И в случае работы с большими объемами данных, вы должны помнить обо всех нюансах оптимизации работы с инфоблоками, о которых я говорил вам раньше. Все это актуально и при выполнении обмена. Также хочу сказать вам об одном важном моменте. Для ускорения процесса загрузки информации на сайт, вы можете загружать информацию, не производя индексацию, а провести ее разом после собственного завершения процесса обмена. Также для того, чтобы ускорить обмен, мы можем проставить индексы. Например, в нашем случае мы производим отбор элементов партикул. Ну и проставим индексы по данному полю. Для этого инфоблок обязательно должен быть переключен в режим инфоблоке 2.0. Теперь давайте попробуем проставить индексы и посмотрим, как это повлияет на производительности. Время генерации нашей страницы без индекса составляет 11 секунд. Инфоблок у нас находится в отдельной таблице данного, то есть в инфоблоке 2.0. Соответственно, мы можем проставить индексы по полю артик. Для этого мы можем открыть phpMyAdmin, либо сделать честь битвы с помощью вручную составленную скидь запроса. Мы пойдем по пути phpMyAdmin. Находим нужную, интересующую нас таблицу. Это будет bi-блок элемент проб s2. В нашем случае, так как id-инфоблока равно 2.0. Также смотрим id артик равно 7. Находим property 7. Нашли. Теперь мы здесь можем проставить индекс. Добавляем индекс. Либо мы можем сделать скейт запрос. Вот такого плана. Выполняем запрос. Индекс добавился. Теперь проверим, насколько это нам дало выигрыш производительности. Производим обмен. И видим, что время исполнения страницы незначительно, но уменьшилось. Таким образом, мы смогли добиться уменьшения времени и генерации страницы. Мы производили обмен на небольшом количестве данных. Поэтому изменения не очень значительные. Но когда вы будете выгружать тысячи и сотни тысяч элементов, разница будет очень ощутимая. Ну и последнее, о чем я вам хочу рассказать. Это класс сериаблока XML файл. Этот класс доработает с файлом XML. Функции, входящие в класс, очень могут вам помочь при обмене посредством файлов XML. В данном классе у нас есть следующие методы. Удаляет таблицы, содержащие ранее загруженные файлы. Необходимо вызвать функцию перед началом загрузки XML. Метод возвращает объем прочитанных байт. То есть мы можем понять, был ли файл, прочитан полностью или нет. Создает таблицы для загрузки XML. Функция загружает данные из файла в таблицу базы данных. Когда весь файл прочитан, она возвращает труп. Если функции не удалось уложиться в тайм-лимент в секунду, она вернет false. И в параметре NS данные необходимы для продолжения работы на следующем шаге. Если кодировка файла отличается от текущих ланчарсетов, то будет выполняться перекодировка. Индексация таблиц за ускорение доступа. Необходимо вызвать после загрузки данных из файлов таблицы баз данных. Но вот до обработки этих данных. Ну вот собственно и все, что я вам хотел рассказать о Infoblog. С вами был Сергей Покоев. До новых встреч. Снято. Субтитры создавал DimaTorzok